В каком состоянии сейчас находятся Сергей Пеняев и Артем Дзюба? Видели, что Сергей вернулся в общую группу, а Артем тренировался индивидуально? Ну, я думаю, что вы сами ответили на свой вопрос, да? Поэтому идет полномерная подводка обоих игроков к общей группе. Сергей работает, работает полноценно. Артем дозированно готовится, поэтому понимаем его состояние и будем оттолкнуться непосредственно уже ближе дня к игре. По следующему матчу расскажите, в каких вы отношениях с Вадимом Висеевым? Он говорил, что у него было предложение прошлой зимой от «Локомотива». То есть, по факту, вы были прямыми конкурентами на это место. Я думаю, что конкуренции можно еще рейтинг составить тренеров большое количество. Что касается взаимоотношений с Владимиром Валентиновичем, мы вместе учились на различной лицензии в школе тренеров, очень много этапов проходили, поэтому общались. Сегодня мы соперники, и, естественно, нам необходимо решать свои задачи. Нам надо выигрывать, нам надо двигаться дальше и побеждать. Тигран Руснян, Спорт 24. Если разрешите, три вопроса задам, чтобы микрофон не передавать. Первый. Насчет травмы Стаса Магеева, кресты, длительное восстановление. Довольны ли вы тем количеством защитников центральных, которые у вас есть, или все-таки эту позицию нужно будет усилить летом? Ну, количественно, понятно, что их мало, потому что в определенный момент выпал Конте, получил травму Магеев, вот, поэтому, естественно, что именно количественный состав, он, так скажем, нуждается в ротации, да, для того, чтобы мы имели возможность безболезненно в силу тех или определенных обстоятельств видоизменять состав. Второй вопрос. Насчет ребят, которые в аренде, это Керк, Едвай и Педриньо. Хочется понять, рассчитываете ли вы на них в следующем сезоне, или все-таки клуб может их отпустить? Ну, взаимоотношения контрактные надо, я думаю, что проговариваю с руководством клуба, со спортивным блоком, насколько там, что касается перехода того или иного игрока в Европу, но, что касается их отъезда, они сами выразили желание покинуть локомотив, они захотели продолжить свою карьеру в Европе, поэтому здесь, я думаю, что так и продолжится дальше. Последний вопрос, возможно, отчасти философский. «Зенит» стал пятый раз чемпионом России, Еврокубков по-прежнему нет. Хочется понять лично, какая у вас мотивация сейчас в российском футболе? Ну, мотивация самая главная, что это касается, когда мы работали в сборной страны, что касается и работы в клубе, это достижение результатов и развитие игроков, построение командной игры, чтобы наши болельщики, вне зависимости от степени состояния, я имею в виду, где оказался наш футбол, в каком статусе, чтобы они получали удовольствие, чтобы наши футболисты прогрессировали. И, естественно, эти результаты, которые они есть и должны быть, вне зависимости, еще раз повторюсь, контрольные матчи, матчи чемпионата России, необходимо свой статус с точки зрения и команды, и клуба подтверждать в каждой игре. Скажите про Погосного. Он сейчас весной играет по цифрам чуть ли не как лучший защитник в команде. Можно ли считать, что это будущий защитник для сборной? И вообще какую-то вашу короткую характеристику его? Ну, вообще позиция дефицитная сегодня, да, потому что мы видим, что не так много российских футболистов именно в позиции центрального защитника, да, который выступает стабильно, на стабильном уровне, на уровне РПЛ. Поэтому то, что мы на определенном этапе его отсмотрели, из молодежной команды привлекли в первую команду, сегодня он показывает, что у него есть определенные способности, определенные качества для дальнейшего прогресса. А если, естественно, он будет сегодня регулярно играть, а он играет не искусственно, он доказывает свою состоятельность, да, у него есть определенные качества для того, чтобы в будущем, конечно, стать основным игроком и полноправным боевой единицей, конкурентоспособным для национальной сборной. А вот еще, если представить, что все здоровы и молодежь так активно вливается, если посмотреть на цифры «Локомотива весной», то это второе место и количество набора очков по темпу «Зенита». Можете ли сказать, что вот конкретно с этой командой вы уже можете бороться за чемпионство? Коллеги, я думаю, что в той ситуации, как мы, во-первых, пришли, в которой оказался клуб, первоочередная была задача выправить ее, да, стабилизировать качество игры, стабилизировать результаты. Дальше уже следующая поэтапная задача, еще раз, как я уже неоднократно говорю, это улучшение качества нашей игры, потому что я неоднократно повторял, что результат будет только тогда, когда качество игры будет на стабильно, хорошем, высоком уровне. Поэтому нам надо в каждой игре это показывать, улучшать, совершенствовать, а дальнейшее, опять же, совершение, что будет в следующем сезоне, зависит от многих факторов, да, точки зрения и усиления, и селекции, и, опять же, нашего функционального состояния, как мы летом поработаем, и, естественно, здоровья многих наших игроков. Здравствуйте, вы как раз сказали о селекции, в последнее время много разговоров пошло о том, что Артемом Зюбой интересуется тот или иной клуб, вот на работу локомотива это как-то влияет, и общались ли вы с Артемом о его будущем в локомотиве? Мы с Артемом пожали друг другу руки, когда он приходил в команду, все договоренности есть, договоренности соблюдаются, руководство клуба, тренерский штаб абсолютно довольны Артемом, как происходит ситуация, и, насколько, опять же, я знаю и уверен, что подготовительные моменты уже начались с точки зрения дальнейшего его продления. Все остальное, как уже сказал руководитель, представитель сайта директоров, я неоднократно повторяю, окончательно все нюансы будут улажены, и по другим футболистам, в том числе, после последней игры. Возможно, это случится раньше. Здравствуйте, два вопроса у меня. Первый вопрос. Расскажите секрет, что вы сделали с Фельсоном, человек забивает каждый матч, может быть, какие-то специальные беседы, что вы... Я думаю, что, во-первых, он соскучился, потому что соскучился по игре, он очень много пропустил, пропустил большой этап подготовительной работы, то, что определенные классы мастерства у него есть, это понятно, то, что команда... Он дополняет своими качествами командную игру. Я думаю, что тоже это является определенным признаком стабильности. Поэтому здесь такая совокупность факторов. Но то, что он еще дополнительно работает над собой, индивидуальную работу, то, что, вы видите, мы очень много дней посвящаем развитию и индивидуальной работе наших футболистов, конечно, я думаю, что это тоже сказывается, и тренерский штаб, ассистенты тоже над этим работают. Вы уже коснулись селекции. Вы уже думали, какие позиции вам нужно усилить в летнее трансферное окно для того, чтобы уже успешно выступать в следующем сезоне? Ну, позиции нам понятны. Вопрос другой, что нам, на наш взгляд, на позиции тренерского штаба и спортивного отдела нам нужны футболисты, которые действительно усилят нашу команду и дадут следующий шаг в ее развитии. Естественно, если такие футболисты появятся, клуб на это обратит внимание. Позиции можете назвать? Ну, я думаю, что это неправильно и некорректно по отношению к сегодняшним игрокам, потому что команда работает, команда, все ребята конкурируют, трудятся, и на сегодня к ним они большие молодцы с точки зрения того, что идет рабочий, естественный процесс, и есть здоровая, хорошая конкуренция. У меня еще один вопрос по поводу Артема Дзюба, не про контракт, понятно, про это уже много раз сказано. По поводу его прихода. Была информация, писали, что одну из ключевых ролей сыграл Ленинский Крислуцкий, что якобы после беседы с вами вы убедились в том, что Дзюба вам действительно нужен. Можете приоткрыть, действительно ли была эта беседа со Слуцким? Беседа была со многими людьми и консультация. Самый главный момент – это когда сам Артем, и мы встретились с ним, переговорили, расставили все точки определенные по нашему видению ситуации, по его видению ситуации, наши взгляды, так скажем, сошлись в этом компоненте, поэтому Артем здесь приносит пользу команде и клубу, самое главное. Поэтому, что касается, кто сыграл ключевую роль, но я думаю, что в процентном соотношении ее не измерить. Поэтому, еще раз повторюсь, что, безусловно, и Леонид Викторович, так как является одним из, так скажем, людей, которые близки к Артему, естественно, мы тоже с ним на эту тему проговаривали, общались. Продолжение следует...